добрый день уважаемые коллеги партнеры прошло совсем немного времени последнего нашего с вами общения казалось бы всего лишь неделя от последнего ролика но это уже неделя тоже неделя поэтому и снова как говорится здравствуйте и снова мы с вами на площадке строительной площадке салмаш что же за это неделю здесь изменилось ну я наверное думаю что более подробно все изменения вам ребята покажут с квадрокоптером а сейчас за моей спиной видно а быка а быка это завершающая часть каркаса металлокаркаса всего здания а быка завершён завершён полностью монтаж металлоконструкции здания всего каркаса единственное остались небольшие работы связаны с монтажом основания под ограждающей конструкции вы видите что справа от меня некоторые металлоконструкции не завершены но это уже связано с технологией работ это уже мелочи также он не завершён монтаж лестничного марша против пожарного локационного выхода потому что он будет делаться после монтажа ограждающей конструкции и мы видим что в а быка сейчас интенсивно ведутся работы нулевого цикла канализации слева от меня газосиликатные блоки противопожарные расшивки эта стена которая будет разделять административно-бытовой корпус и производственных корпус также за эту неделю была подготовлена площадка для приема сэндвич панели ограждающей конструкции ребята покажут их уже первые партии первые фуры доставили часть но это незначительная часть всего ограждающей конструкции будут занимать площадь 700 квадратных метров склад вот поэтому ну как много это или немало но поверьте мне солидно солидно вы хорошо видите что здание уже не такое прозрачное ажурное легкая она уже видно что она основательно уже здание темно темнее стало из-за того что все перекрытия несъемная палубка всех перекрытий уже уложена межэтажных и то что у нас там вот есть пандусы такие вот в этой части например все это уже на местах лежит на местах и сейчас приступили к новому этапу работ новый этап работ это подготовка к заливке межэтажных перекрытий ребята тоже скоптера покажет как ведутся работы на перекрытии третьего этажа там работает бригада сейчас выполняет гидроизоляцию также готовят приемную площадку для металлоконструкции это сетки и каркасы вот которые поднимут наверх и потом будут раскладывать и соответствии с технологическими картами и будут подготавливать их к укладке и потом полностью разложат по своим местам сделать обвязку связку запасают опалуку разграничивающий где надо и я надеюсь на следующей неделе мы будем свидетелями заливки третьего этажа первых полос первой карты будут занять чем я вас поздравляю поэтому это новый этап строительства после заливки всех нет и же межэтажных перекрытий не считая нулевого первого этажа естественно мы можем приступать уже к работам по нанесению противопожарной защиты на металлоконструкции этой работы должны быть выполняться в сухое при сухой погоде потому что она не любит влаги дождя и после этого можно будет приступать к монтажу огруждающей конструкции также мы сможем сейчас посмотреть ребята покажет что работы по кровле существенно тоже продвинулись первую очередь кровельную конструкцию стали монтировать там где будут заливаться первые карты перекрытия и дальше будет продолжаться некоторые задержки из кровли связан с тем что вот вы можете тоже потом увидите что завершаются работы по заливки шахт лестничных пролетов и лифтовые поэтому там зона работы кранов пока что все это раскрыть все это раскрыто как только будут завершены работы там можно будет и кровельной работой уже первый первый этап кровельных работ завершить также в шахтах с лишними маршами от самой первой те которые сзади находятся сейчас выполняются работы по монтажу опалубки для заливки и площадок и ступени пролетов ступени поэтому за неделю сдвинулось очень много очень но все это тяжело показывать по одной простой причине когда допустим стали первые опоры там вторые и третьи опоры это было зрелищно это видели это хорошо показывала динамику сейчас эта динамика не столь видна визуально нет да нет такой картинки который можно было бы показать но поверьте объема работ сделаны не меньше чем раньше даже в какой-то степени больше я уже говорил что нам стройка сейчас проекту всего обходится 3 до 7 миллионов в один день это с учетом того что там авансы были проплачены там на металлоконструкцию то что раньше было выплачено и так далее но если учитывать по всем выполненным работам это 3 до 7 миллионов можете себе представить объемы какие поэтому я не шутил когда говорил что у нас монтаж работы ведутся и оплачиваются с колес материалы с колес и оплату с колес все что поступает уходит уходит на оплату работ и все это взаимосвязано темпы оплаты работ определяют темпы выполнения работ на площадке и вот связи с этим последнее время на той неделе в частности поступали всевозможнейшие предложения по дополнительному привлечению инвестиции в частности звучало такое предложение воспользоваться спаком красивое слово спак что такое спак спак это новое направление но не она не настолько нового потому что в принципе она известна уже длительное время применяется в основном за рубежом в штатах и для чего она применяется сам спак это компания общество пустышка вот когда нам говорят что вы там использовали офшоры офшоры это улицы с двухсторонним движением мы можем как вводить деньги так и выводить но люди с пониженной социальной ответственностью они выводят из россии деньги мы вводим сюда и создали используем офшоры для инвестирования внутрь россии вот спак это компания пустышка в принципе акционерное общество которое создается определенными людьми выпускаются акции ими и эти акции размещаются на бирже следует обратить внимание что акции доступны только квалифицированным инвесторам мы с вами уже обсуждали что такое квалифицированный неквалифицированный место в принципе все которые свыше 500 тысяч рублей инвестируют они квалифицируются как должен иметь квалификацию как квалифицированные инвесторы это значит либо банк либо лицо и так далее поэтому только лишь через офшоры можно вот так сделать и там тоже только квалифицированные инвесторы это те люди которые занимаются инвест-проектами привлечения денег там все возможные фонды и так далее при этом деньги аккумулируются на специальных счетах с которых нельзя вот инициаторы проекта они не могут тратить эти деньги их нельзя потратить они там аккумулируются и только лишь по достижению показателей, сумм необходимых, они могут быть израсходованы для целей спака. На все про все предоставляется два года. Если за два года эти деньги не собраны, значит они подлежат возврату инвесторов. Так вот, самое примечательное, что если, допустим, вы, я, либо кто-то другой захочет инициировать спак, поверьте мне, это будет номер, конечно, потому что ничего из этого не выйдет. Это был бы, конечно, номер, если бы мы с вами там кто-то из нас инициировал этот спак. Почему? Да нас никто не знает. Инициаторами спаков обычно выступают люди хорошо известные и обладающих большими капиталами. Поэтому никто из нас с вами не смог бы выступить инициатором спака. Это первый момент. Второй момент очень серьезный. На организацию такого мероприятия уходит от 20 до 40 миллионов долларов на организацию. Поэтому, представьте, вот у нас здесь за спиной 20 миллионов долларов вместе с проектами, со всеми остальными. Поэтому мы на организацию потратили бы денег, но поболее, чем нам надо привлечь. Как дальше действует спак? Когда деньги собраны, они выбирают стартап и предлагают ему слиться в экстазе, объединить две фирмы, произвести слияние. И тогда одна из этих фирм исчезает, а вторая остается. Очень интересный момент. Почему? Потому что основными, основными бенефициарами этого мероприятия будут те, которые инвестировали туда. А все остальные остаются, ну так, на подхвате. Поэтому, подавляющее большинство, практически все инвесторы, которые взяли на себе все риски, развитие этого проекта остается с носом. Готовы ли мы пойти на такое? Чёрта с два. И не мечтайте. Потом у меня возникает вопрос. Те, которые предлагают нам спак, они что себе думают? Или зачем они предлагают? Они полагают, что мы некомпетентны? Разобраться. Команда некомпетентна. Это первый раз. Первое, что приходит на ум. Либо они сами просто так брякнули, а до конца так и не понимают, что же это такое, в какую игру предлагают нам сыграть. Это билет в одну сторону. Но не в сторону интересов инвесторов, партнеров, которые начали этот проект, а в сторону тех, которые ничем не рисковали всё это время, да, и пришли на готовеньки. Это два. И третье. Вот это за спиной что у нас? Стартап или нечто большее? И почему, когда мы прошли самое тяжёлое время, очень тяжёлое время, очень рискованно, с большим количеством рисков, да, мы сейчас эти риски минимизировали, до нельзя, да, потому что вот это уже материальный актив, очень серьёзный материальный актив у нас за спиной. Уже есть разработки, лаборатории, всё-всё-всё, есть уже коллективы, и уже даже дошло до того, что очень много предложений просятся работать в команде. Вот здесь работать. И когда уже всё это есть, мы возьмём и шарахнемся куда-то в какую-то крайность. Ну, я думаю, это не самое умное, что может прийти в голову. Надеюсь, мы со СПАКом разобрались. Теперь следующее – IPO. По-моему, вот когда предлагают скорее IPO, люди не понимают, что они предлагают. Потому что если мы СПАК говорим, что можно там открыть акционерное общество пустышку и выпустить акции, то в России это действует немножко не так. Я уже говорил, что законодательство об акционировании создано для дербаната советского наследия. Смотрите, у нас есть сейчас ООО «СОВЛМАШ». Уставной капитал составляет 45 тысяч. Ну, ещё там оборудование, всего остального в основных фондах. Ну, допустим, там 100 миллионов условно. Я сейчас считать не буду, я просто условно говорю. И мы начинаем акционировать всё это дело. Что мы акционируем? Мы акционируем основные фонды предприятий. При этом учредителям достаются 45 тысяч. Из них 25 тысяч Solar Group и 25 тысяч всем остальным. Ну, по 5 тысяч, там, опять ещё скажем, по 5 тысяч. И вот эти 45 тысяч мы будем распределять среди всех дольщиков, инвесторов. Ха-ха-ха. А вот эти 100 миллионов, мы на них выпустим акции. Первичное размещение – это вот как раз будет IPO. Приплыли. Не смешно? Нет? У кого-то есть другие предложения? У меня есть. Их есть у меня, как говорят. Какое? Вот это вот. Всё. Ну, вот это всё, куда вложены инвестиции. Оно ещё не числится у нас в виде завершённого объекта. И мы пока его учитываем там по разным статьям расходов и так далее. Когда можно будет, когда можно будет его поставить на баланс. Когда мы сдадим госкомиссию. И вот это вот уже будет материальный актив стоимостью на несколько миллиардов. На несколько миллиардов. Один миллиард, два миллиарда. Посмотрим. Я не берусь зарекаться, как там цены поменяются. Потому что сейчас вчера или позавчера встреча с бизнесом проводилась. Правительство, президент. Они там призывают быть гуманными в связи с повышением цен. Потому что где-то 70 процентов строительства стало. Потому что невозможно выполнять свои обязательства, работы и так далее. В тех рамках, которые были предусмотрены в проектах, невозможно работать. А мы ещё с вами работаем. И будем дальше работать и строить. Не завершим проект. Пройдём намеченным результатом и достигнем. Так вот. У нас с вами будет возможность поставить на баланс здания, сооружения, оборудования, разработки. Которые выполнены к тому моменту 54 двигателя. И прочее прочее. Общематериальные и нематериальные активы. Они будут составлять очень хорошую сумму. Что с ними дальше делать? После этого мы должны будем преобразовать ООО в акционерное общество. Общество с ограниченными в акционерное. И акционерами будут те же самые юридические и физические лица, которые учредились в ООО. И в этом случае 49 процентов всего этого отвалится в Solar Group. И это уже будут реальные деньги, вот эти 1,2 миллиарда. Которые на сегодняшний день вышли. И дальше, дальше. Solar Group может каждому раздать акции. В соответствии с тем участием, с дисконтами, со всеми, которые мы приняли. И тут нет IPO в том плане, о котором все почему-то рассказывают, говорят, не понимая, как происходит реальная акционер. И дальше вот эти акции каждый сможет разместить на биржах, там, где он это сочтет необходимо. Но это уже не IPO. Я ранее этот вопрос не поднимал, потому что, ну, объяснять и говорить обо всем это было прежде временно. Сейчас настало время, когда уже, ну, должны понимать более-менее четко понимать, как мы движемся. Потому что, ну, все по этапам. Просто сейчас много стало всяких предложений, я бы сказал, из разряда фантастических предложений. Звучать, как привлечь инвестиции, как сделать что. Давайте мы не будем впадать в иллюзии. Давайте не будем впадать в фантазии. Мы уже видим с вами, все, по-моему, убедились, что тот путь, который был избран, он оказался верным, весьма эффективным. И вот сколько, как сказали, заскамилась проекта за это время, да, мы движемся. Часто и Густав предлагают подержаться за ручкой доброго дяди, там, к правительству, обратиться и так далее. Так, коллеги, надеемся мы на крепость рук, на руки другой вбитый крюк и молимся, чтобы инвестор нас не подвел. Вот, мы с вами вместе сила, сила, да, и поверьте мне, умный политик никогда не рискнет тронуть эту конструкцию. Потому что он зацепит не просто команду «Сололмаш», он зацепит сотни тысяч людей, связанных с ними членов семьи и так далее. Это колоссальнейшее количество людей. И отмываться потом от этого, ох, как нехорошо, им лучше просто, как говорится, не трожа, но и не воняет. Вот что они делают сейчас, не замечают нас, и, слава богу, и мы их тоже. Поэтому, давайте мы будем надеяться на себя, давайте верить в себя. Мы это можем, и мы это сделаем. И уже же видно, что делаем, да. Когда говорили, да никто вам не даст разрешение, отдали, да никто вас в резиденты не пустят. Пустили, да никто вам там в госком месте экспертизы не пройдете. Прошли, да разрешение на строительство не дадут, дали, проекта не будет, есть, да не будете строить, строим. Дальше что? Ну, какие проблемы возникают, да, мы решаем. Главное не обозначать, там, кричать про те проблемы, а главное их решать. А про то, какие проблемы были, мы потом будем с вами вспоминать за чашечкой чая с облепихой. Вот, когда все это будет работать, дивертеться, да, и будете вспоминать все, через какие сложности мы прошли. А теперь, как говорится, ребята все покажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok